Так где ты живёшь, так и не рассказал. Откуда ты и почему так выглядишь? Давайте я всё расскажу вам после того, как мы обнимемся. Идите ко мне скорее. Эээ, подожди. Мы просто так обнимаемся, только с маленькими человеками. Но если вы не хотите ко мне подойти, то тогда я к вам подойду. Стой! Ты пока у нас ещё не вызываешь доверия! Ах, янтарные глазки! Бублик, это я! Грозный волк, Сибирь, Сиховский! Бублик, рыжая сопля! Хозято, на этой неделе у нас вообще непонятно, что происходит. Начинают появляться новые чудовища, о которых мы раньше никогда не слышали. Сначала припёрлась Дагдейха и загипнотизировала Коржика. А в среду в наш город пришёл огромный титан Хагиваги. Я не разрушил ваш город только по одной причине. Мне волнув искать среди обломков этих четырёх псов. Поэтому вы должны мне их выдать добровольно. Иначе я сравняю этот город с землёй. Ну вы ж понимаете, о каких четырёх псах идёт речь. Этот огромный Хаги Титан дал городу всего 24 часа на то, чтобы они нас выдали. И мы решили пополно использовать это время и разузнать побольше о том, что творится и что к хосячьей бабушке всё это значит. В этом ролике вы узнаете о том, смогли ли мы справиться с Титаном Хагиваги и каким образом. Но перед тем, как мы начнём, небольшая интеграция с нашим вкусненьким кормом Сириус. Ведь если бы не он, у нас ничего бы не получилось. Ха, я только что выяснил, что с помощью нашего корма Сириус можно становиться невидимым. Наконец-то я смог активировать режим невидимки. Пенсия, ну сколько можно? Ты же тысячу раз пытался и ни разу не смог стать невидимым. И наш вкусненький корм Сириус тут не при чём. Как это не при чём? Смотрите, я с утра вкусно покушал тремя видами мяса и пошёл тренировать режим невидимки. И вуаля, у меня получилось, меня не видно. Папася, вообще-то тебя видно, хватит уже ерундой заниматься. Зачем вы врёте? Меня не видно, я невидимка. Я сам видел, как на меня что-то тёмное упало. Это было поле невидимости. Бандит, это было не поле невидимости, а халат человеческий, который ты стянул с вешалки. Если ты его сейчас же не повесишь на место, то получишь мокрой тряпкой. Блин, ну что вы за собаки такие? Ну могли бы поддержать меня, сказать, мол, красава, бандит. Наконец-то ты освоил режим невидимости. Я бы ещё раз подчеркнул, что это смогло произойти только после того, как я сел на вкусненький премиум корм. Вы бы тоже захотели так сделать, и для этого мы бы пошли и съели ещё по мисочке мяса и овощей. А ведь пенсия прав, как это мы сразу не сообразили. Бандит, это невероятно, как тебе это удалось, ты стал абсолютно невидимым. Точно, я не верю своим хозячим глазам. Папася только что исчез, вот это крутизна невероятная. Бандит, а ну быстро делись секретом, как ты это сделал? Ну вот, другое дело, а то стали тут выдумывать про всякие халаты, малаты. Короче, парни, повторяю, я смог активировать режим невидимости только после того, как слопал наш вкусненький корм Сириус. Мы тоже хотим так попробовать, срочно идём лопать дополнительную порцию. Слушай, Бандюган, а сейчас, когда мы покушаем, ты же нас поддержишь, как мы тебя? Ну да, ты тоже должен будешь сказать, что мы стали невидимками, после того, как мы сдачим на себя ещё пару вещей с вешалки. А если ты этого не сделаешь, то мы на тебя обидимся. Парни, не переживайте, всё у вас получится, а если нет, то мы пойдём и слопаем Сириус ещё раз. Ну что, младший человек, нашёл? У нас же всё меньше и меньше времени остаётся до истечения срока. Если мы не поймём, кто это вообще и как его завалить, этот Хаги разрушит город. Парни, в инете реально нет информации, кто это, откуда он взялся и как его победить. Слушайте, ну если он Титан, ну то есть робот, может он из компании всяких там ТВ-менов из селены из Кибиди Туалетов? Если это так, то он опоздал минимум на полгода. С Кибиди сортиры уже не в тренде, хе-хе-хе. Ну и он очень похож на Хаги, а настоящего Хаги мы же лопнули. Но может, чтобы соответствовать тренду, этого нового Титана создали по образу и подобию Хаги-Ваги? Да, Хаги уже тоже не тренд. Мне понятно, что ничего не понятно. Но главное, зачем ему вы? Ну вряд ли мы ему нужны для того, чтобы с нами в догонялки поиграться. А может, вместо того, чтобы сидеть тут и гадать, пойдём к нему и спросим? Вы с ума сошли? Мы ничего не знаем о его способностях и оружии. А если он не говорить начнёт, а пульнёт в нас какой-нибудь плазменной пушкой? Младший человек, мы все видели новости. Нет у него с собой плазменной пушки. Хотя, вполне вероятно, что он может стрелять плазмой из попы. Брателло, ну хватит этих своих приколов. Если твоя попа это оружие, это не значит, что и у других так. Вот именно. Мир не крутится вокруг твоего супер-пука, хвостатая сарделька. Я считаю, что нам надо подготовиться на случай, если наша магия не сработает. Нам нужно какое-то супер-оружие, чтобы применить его, если Титан нападёт. И где мы его возьмём? А я думаю, что нам может помочь средний человек. Он же агент Федеральной службы времени. Но он же уехал со своей цыпочкой Алиной на очередное задание. Куда-то в Ростовскую область. Младший человек, может ты ему позвонишь? Может быть у него для нас будет совет? Хорошая идея, парни. Клим, привет. Видел, что у нас происходит? Да, братик, привет. Видел, конечно. Это Титан из лесной природы. Его нет нашей базы данных. Спроси его про оружие, может что подскажет? Парни хотят пойти с ним поговорить. Может посоветуешь какое-нибудь оружие, чтобы мы не пошли на встречу с голыми руками? Есть у нас одна новая разработка? Плазменный анниглятор Титанов, ПАД-01. Экспериментальная разработка. О, а как нам ее получить? Я сейчас очень занят на задании, поэтому отправлю вам этот гаджет почтой. Средний человек, ты что, сдурел? У нас всего несколько часов осталось, а посылка из Ростовской области почтой будет идти года два. Тимофей, передай кексу, пусть не стерит. У нас в каждом отделении почты стоят сценарные телепорты. Только посылку пусть заберет папа. А я тебя пока проинструктирую, как пользоваться этой фигней. Это лопиющееся негодяйство. Ну что, курьеры ходить на почту? И почему бандиты Бублик будут слушать инструкцию, а мы нет? Ну, наверное, потому что они нас считают маленькими собаками, не способными держать в руках супер-секретное оружие под названием плазменный аннигилятор титанов. Офик, ну-ка расскажи мне, как нужно переходить улицу? По переходу. Правильно, поэтому мы идем к пешеходному переходу. Что нужно перед ним сделать? Остановиться, да? Нужно остановиться, посмотреть налево, посмотреть направо. И теперь можно идти, можно. Старший человек, ты нас тоже мелкими считаешь? Ты что думаешь, мы не умеем дорогу переходить? У нас вообще-то важная миссия. Мы должны разобраться с тем огромным роботом. А ты нас тут правилами дорожного движения грузишь. Итак, что мы тут имеем? Обычное отделение почты. И очередь огромная. Хм, не забывай, что мы очень коварные лисы. Сейчас нам все без очереди выдадут. Спасите, помогите. У меня коржачья инфаркция. Мне надо срочно выдать посылочку, пожалеете бедного маленького щеночка Кварги. Хе-хе-хе-хе, красава, брателла. За черт на ты очередь на почте развел? Интересно, что ж в этой коробке? Судя по размерам, этот аннигилятор не такой уж и большой. Поэтому сейчас придем и будем требовать, чтобы нам тоже рассказали, как им пользоваться. Да, я думал, там какая-то крутая пушка будет. Это вообще непонятная хрень. Ты ее точно правильно собрал, младший человек? Ну, вроде верно собрал. Короче, наводишь рамку на чудовище, на экране выбираешь уровень плазменного заряда и стреляешь. Блин, оно заточено под руки человеков. Нам из него популять не получится. Раблон. Вот неужели так сложно сделать гаджеты, чтобы ими и собаки могли пользоваться? Да, мы тоже, когда слушали инструкцию от среднего человека, думали, что сможем по разу стрельнуть. Но увы. Ну, ничего. И вообще, это оружие подстраховка. Нам обязательно сначала надо поговорить с Титаном и выяснить, кто он такой и зачем мы ему нужны. Ну, пойдемте выясним. Пять минут назад передали, что Титан Хаги-Ваки пришел на стадион одной из школ. И она недалеко от нас. Ну что, погнали? Пф, конечно. Мы всегда готовы к встрече с чудовищами, потому что мы самые крутые псы в галактике. Ну, наконец-то. Почему вы раньше не пришли? Капец он огромный. Я думал, он меньше. Здорово, чудовище. Ты хотел нас видеть? Ну, вот они мы. Давай, говори быстрее, что тебе надо? А то у нас вот еще дел полно. Я так мечтал о встрече с вами. Вы просто не представляете. Да кто ты такой? Почему ты похож на Хаги-Ваги? Давай, говори уже. Я вам сейчас все с удовольствием расскажу. Только меня пугает вот эта штука в руках у вашего хозяина. Вообще-то он нам не хозяин. Это наш младший человек. Не обращай внимания на эту штуку. Это просто селфи-палка. Ну, чуть-чуть большая. О, вы хотите со мной сфоткаться? Это так мило. Я буду на седьмом небе от счастья, если у меня будет эта фотка. Ведь вы мои кумиры. В смысле? Ты что, сюда приперся, потому что ты наш фанат? Офигеть! Ну, зачем ты обещал разрушить город, если мы не придем? Ну, потому что я очень хотел вас увидеть и с вами пообниматься. И, как видите, я ничего не разрушил, когда пришел в ваш город. Там, где я живу, вы просто герои. Так где ты живешь, так и не рассказал. Откуда ты и почему так выглядишь? Давайте я все расскажу вам после того, как мы обнимемся. Идите ко мне скорее. Э, подожди. Мы просто так обнимаемся, только с маленькими человеками. Но если вы не хотите ко мне подойти, то тогда я к вам подойду. Стой! Ты пока у нас еще не вызываешь доверия. Упс. Ах, вот вы, значит, как. Вот так вы встречаете своего самого преданного фаната. Что ж, я был о вас хорошего мнения, но теперь вижу, что вы наглые собаки со звездной болезнью. И мне придется наказать вас и ваш город. Я его разрушу до основания, а вас затопчу. Младший человек, что ты наделал? Нам капец! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!